Даже самые редкие природные явления может увидеть любой человек на Земле. А вот то, что происходит за ее пределами, удается увидеть лишь единицам. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Присаживайтесь поудобней и мы начинаем! В сегодняшнем видео я вам расскажу об очень необычном месте, а именно о большой пустоте. Когда по ночам вы смотрите на небо, кажется, что звезды бесконечно рассыпаны по космосу. Но это совершенно не так. Звезды собраны в галактиках, а галактики группируются вместе, формируя гравитационно связанные скопления. Соседние галактики расположены относительно близко к друг другу, а пустота занимает меньшее пространство. Однако есть исключение, известное как Войт Валапаса. Это невероятных размеров область пустого пространства, ненаблюдаемая где-либо еще в известной нам Вселенной. Эта область была открыта в 1981 году астрономом Робертом Киршнером. Войт Валапаса иногда называют великой пустотой. Это огромный сферический регион, пространство, в котором находится крайне мало галактик. Он расположен примерно в 700 миллионах световых лет от Земли, в направлении созвездия Валапаса. В диаметре эта сверхпустота составляет 330 миллионов световых лет. И это самая крупно известная пустота во Вселенной. Вскоре после открытия Войт Валапаса астрономы стали замечать, насколько уникальна эта область. Сначала они смогли найти всего 8 галактик в ней. Но дальнейшее наблюдение помогли обнаружить целых 60. В огромном пространстве диаметром в четверть миллиарда световых лет. Попытки найти объяснение привели к разработке новой теории, предполагающей, что сверхпустоты образуются в результате слияния более мелких пустот. Олдринг как-то заметил, что галактики, находящиеся в пустотах, принимают любопытные формы трубчастой структуры. И это очень важная зацепка. Кроме того, он предположил, что Войт Валапаса образовался после слияния меньших пустот, подобно тому, как мыльные пузыри сливаются в один большой пузырь. Что касается трубчастых галактик, то, скорее всего, это остатки границ между меньшими пустотами. Также можно предположить еще более радикальный вариант развития событий, который едва ли рассматривался в научной литературе. Так, Войт Валапаса мог образоваться в результате расширения цивилизации. Учитывая то, что Войт Валапаса находится примерно в 700 миллионах световых лет от Земли, а разумная жизнь во Вселенной могла возникнуть около 4 миллиардов лет назад. У такой древней цивилизации было предостаточно времени для осуществления этой удивительной космологической инженерии. Природа пустоты предоставляет пищу для размышлений. Безусловно, посетители этой области были бы, мягко говоря, ошеломлены такой изоляцией, учитывая экстремальное расстояние между галактиками и видом далекого космоса, который бы выглядел чернее черного. Более того, Войт Валапаса, вероятно, самый идеальный вакуум в космосе, на эффект которого также стоит обратить внимание. Войт Валапаса еще одно скромное напоминание о безграничности космоса. Вселенная, которую мы видим, невообразимо огромная для нашего понимания, а наше место в ней удивительно мало. Но насколько бы одиноки мы не казались сами себе на нашем маленьком голубом шаре, во всяком случае у нас есть возможность созерцать звездный пейсаж. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Подпишитесь на канал и жмякните большой палец вверх. Берегите планету и всем пока!